Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим новости магазина, а именно то, что в продажу вывалили тяжелый танк 8 уровня, премчик Type 57. И честно говоря, то, что я посмотрел по нему, не сподвигло меня приобретать данный танк по одной простой причине, потому что для себя я понял, что я приобрету этот танк исключительно для того, чтобы сделать на него обзор. И не более того, но тратить 15 косарей голды на танчик вот со всей шелухой, которая идет к нему в комплекте, ну или тратить на него 12,5 косарей голды без ничего вот просто голый-лысый, я как бы вот, ну честно говоря, ребят, простите меня за высказывание, но жлоблюсь. И сейчас объясню, почему я не хочу покупать себе Type 57. Хотя на другом аккаунте, ну у меня есть голда, я могу его себе купить, просто конкретно на этом аккаунте будет танчик, с которым я его сравнивал. Ну и для себя понял, что с учетом того, что на одном из аккаунтов у меня есть машина, которая мне удовлетворяет немножко больше по ее характеристикам, и довольно бронированная как Type 57, я и принял решение не покупать данную машину исключительно ради обзора. Итак, давайте будем говорить так. 15 косарей голды за машину, 3 контейнера мистических, легендарный камуфляж, как по моему мнению, уж простите меня, аватар нафиг не нужный, открытая вся оборудка, да в принципе, как правило, всегда она идет открытая, с премчиками в комплекте, когда что-то продается дополнительное. Ну и слот в ангаре, потому что без него машина просто не встанет к вам в ангар, если места в ангаре у вас нет. Поэтому мое скромное мнение, с учетом того, что я абсолютно равнодушен к всякого рода аватарам, открыть оборудку можно из-за серебро, ну и честно говоря, меня вообще как бы не прельщают все вот эти легендарные камуфляжи, которые, ну, некоторые из них действительно какой-то толк имеют в бою, когда непонятно, куда можно пробить, а куда нет, именно потому что расцветка самого камуфляжа, ну, скрывает те или иные места, которые можно пробить, соответственно, зоны пробития. Есть же легендарные камуфляжи, которые вообще ничего не скрывают, они просто делают танк красивее, ну и честно говоря, вываливать за это голду я никогда не видел необходимости, камуфляжей у меня и так хватает. Что же касается контейнеров мистических, вот сейчас вот здесь вот вверху появится ссылочка на то, как я открывал мистические контейнеры, и посмотрите, за 2500 голды я тогда получил по моим подсчетам три мистических контейнера, и если верить моим знаниям математики, то 833 единицы голды за один контейнер, но если мы отбросим, да, там, часть голды на какой-то легендарный камуфляж, еще на что-то, то в районе где-то 700-800 голды обходится вам один такой контейнер. А вот что вы с него получите, опять-таки, посмотрите в моем видео, ссылочка только что была, ну и зацените, имеет смысл отдавать или не имеет смысл отдавать 2500, грубо говоря, ну пускай 2000 голды за вот этот вот контейнер. Как я уже сказал, я не оцениваю легендарный камуфляж в те цены, в которые оценивает Wargaming. Дело в том, что отдавать от полтора косаря до двух с половиной, до трех косарей голды за какие-то легендарные камуфляжи, но это бред, потому что вы отдаете за камуфляж, по сути, стоимость какого-нибудь премиумного танка. Бог с ним. За 12 с половиной тысяч можно приобрести эту же машину вот в таком вот виде. Вот просто голая, лысая машина с, соответственно, слотом в ангаре для того, чтобы ее поставить, если места в ангаре у вас нет. Что же предлагает собой данная машина? Вообще, честно говоря, если заценивать данную машину вот в разрезе, допустим, бронирования, ну давайте будем говорить откровенно, машинка бронирована, ну в принципе, хорошо, я бы даже сказал шикарно, исходя из ТТХ, которые приводятся. А именно, во лбу она имеет 124 миллиметра брони с приведенкой 295. С учетом вот этих вот скосов всех в максимально скошенных местах на броне, она имеет приведенку вообще до 542 или 545, смотря в какой проекции на них смотреть. Короче говоря, во лбу бронированная она, конечно, ну довольно-таки серьезна. Вот здесь вот броня в передке 109 миллиметров с приведенкой 254. Тоже получается довольно неплохо. У нее НЛД хорошо бронирован, 174 миллиметра брони, согласитесь, это круто. Реально круто, ребят, здесь я абсолютно не возражаю. Что касается башни, 190 миллиметров броня вот-вот в этих вот частях, да, то есть вот это вот пятак и вот этот пятак, два треугольника по бокам. И приведенка 264, 128 вот здесь вот дальше на скосах с приведенкой 235. И кепка, ну кепка, да, кепка подгуляла. Кепка 60 миллиметров и вот эта вот фигулина такая, да, выступающая, она имеет броню 80. То есть, ну вот в каких-то в таких проекциях, когда будешь бить по танку где-нибудь сверху, да, вот сюда вот шить вообще без печали, ровно как и вот в этот вот верхний бронелист сверху на корпусе. Но, ребят, это еще надо как-то к нему так подъехать. Поэтому, ребят, салба машина бронирована довольно-таки неплохо. Что касается бортов. Вот если вот здесь вот в башне борт 97, то вот здесь вот внизу конкретно в корпусе у вас 75. Короче говоря, вот сюда, вот сюда и уж тем более в корму, которая имеет всего лишь 40 миллиметров бронированности, как внизу корпуса, так и в задке башни, я бы сказал, что, ну, будут прошивать прям мама не горюй. Безусловно, если вы будете как-то стоять вот так или немножечко ромбовать там совсем чуть-чуть, да, из-за какого-то здания, ну, вы прям такие имба бронированности. Хотя рано или поздно к этой машинке найдут подходы и, безусловно, вы будете уже не настолько страшной скалой в игре, как вам бы хотелось и как казалось поначалу. Как правило, все будут пытаться зайти к вам просто в борт и на этом будет все заканчиваться. Что касается подвижности. Подвижность у машинки, но я бы сказал, как для тяжа нормальная. Вперед 39, давайте будем округлять. 40 километров вперед, 15 назад, средняя скорость 27, это, в принципе, для тяжа абсолютно нормально. То есть по подвижности это обычный нормальный тяжелый танк с учетом его брони. Ну, ребят, вопросов никаких я не имею. Я имею претензии, ребят, к стрельбе и сейчас объясню почему. Я специально зашел на этом аккаунте, потому что в свое время я приобрел Кейлера. И сравнил данный танчик с Кейлером по одной простой причине. Потому что лоб брони у Кейлера в среднем 150 миллиметров. Напомню, здесь от 125 до 295. То есть, в принципе, плюс-минус Кейлер похож. Да, он более мягкий, чем этот монстр, но все-таки у Кейлера броня тоже есть. Что касается башни, напомню, здесь 190-260, у Кейлера 200 среднячок. Соответственно, тоже плюс-минус то же самое, что здесь. Может, не настолько имбово, но, ребят, тоже довольно неплохо. И что касается башни в других частях, 120 миллиметров башни, здесь 128. Но и приведенки плюс-минус такие же. Может, даже у Кейлера немножко повеселее. Что касается бортов, здесь борт танцует от 75 с учетом башки, то до 97. А у Кейлера эта цифра составляет 100 единиц. И корма у него 40 единиц, у Кейлера 80. То есть, в принципе, машинки по бронированности, если уравнять, да, там вот среднячок взять, плюс-минус одинаково. Насколько отыгрываются, но это вопрос уже другой, и он еще зависит от танкиста, который будет играть. По подвижности Кейлер имеет приблизительно такие же показатели подвижности. А вот по орудию, ребята, все не настолько клево и все не настолько классно у этой машины, как могло бы быть. Давайте будем начинать с того, что КД у данной машины составляет, ну, я бы сказал, просто капецные 15,3, будем говорить, 15,4 секунды. Да, когда вы поставите оборудку, что-то там добавите, плюс ваш там прокачанный до какого-то левела экипаж для тяжелых танков. Но, может, эта цифра снизится, ребят, но она не снизится настолько, чтобы сравняться с тем же Кейлером, у которого перезарядка 9,8 со всем установленным оборудованием с нормально прокачанным экипажем. Итого, получается, разница в скорости КД будет составлять в минимум 5 секунд. То есть, получается, на 1 треть эта пушка дольше перезаряжается. При этом урон в минуту составляет 1680 единиц. У Кейлера 2,140. И разница составляет 410, ой, простите, 460 единиц ДПМа. То есть, Кейлер на 460 единиц среднего урона в минуту наносит больше. Это несмотря на то, что у Кейлера 350 средний урон, а не 430, как у данной машины. То есть, у Тайпа 57, 430, там 350, разница в 80 единиц. Но на 8 уровне, с учетом скорости перезарядки, мне кажется, лучше наносить на, грубо говоря, там 1 треть больше шотов по 350, чем на 1 треть меньше шотов по 430. Если вы посчитаете на калькуляторе, вы поймете, ну, в чем существенная разница. Существенная разница, как я уже сказал, в ДПМе, который равен практически половине тысячи ДПМа урона в минуту, Кейлер выигрывает. В чем еще выигрывает Кейлер? Кейлер выигрывает во времени сведения. Здесь время сведения меня, честно говоря, немножечко, ну, как, немножечко, очень множечко меня смущает. В 6,4 у Кейлера 4,1. То есть, 2,3 секунды у вас Кейлер быстрее сводится, согласитесь, это существенно. И разброс здесь вообще какой-то бешеный 403 против 321. Это, ну, как бы тоже, согласитесь, в процентном соотношении крайне существенно. Углы склонения вниз, ну, вниз, да, лучше, минус 9. Но у Кейлера минус 8, и я думаю, что минус 9 и минус 8 ощущаются в игре плюс-минус одинаково. Ну, сомневаюсь я, что прям этот 1 градус вы прям сильно прочувствуете в игре, играя на Кейлере. Ну и что касается пробития. Да, безусловно, пробитие не сильно отличается, но все же 218 единиц против 225 у Кейлера. Поэтому, ребятки, я и решил не брать эту машину за 12,5 косарей голды. Кейлера я приобретал приблизительно за те же самые деньги. Даже не приблизительно, а точно за 12,5 косарей голды голый лысый. И тогда же он был за 15 косарей вместе с мистическими контейнерами. Ради обзора я тогда взял вместе с мистическими контейнерами, вместе с камуфляжом легендарным. Но исключительно для того, чтобы порадовать зрителя. Если бы не желание снять обзор на него вот во всей его красе и открыть при этом еще дополнительно мистические контейнеры, порадовав зрителя. Но каким-никаким, а легким адреналином и казино. То, в принципе, для себя лично в пользовании, в любом случае, я бы эту машину приобретал за 12,5 голую лысую и одел бы на нее обычный камуфляж. А контейнеры мне и не нужны. Но если вы перешли и посмотрели почему, ну я думаю, тогда вы понимаете и объяснять дополнительно не надо. Поэтому, ребят, я скажу вам так. Имея Кейлера у себя, я не хочу покупать Тайпа 57. Но нет у меня желания его приобретать. И вам, честно говоря, не рекомендую конкретно Тайпа 57. Потому что, по моему субъективному мнению, но все же Кейлер, исходя из его орудия, более, мне кажется, приятная машина в игре. Что же касается бронированности, да, безусловно, Тайп 57 во многих показателях превосходит. Но прям не настолько, ну, чтобы уж совсем-совсем. Поэтому, ребят, делайте выбор сами. Сами, может, не основываясь на моей позиции. Может, прислушиваясь к ней, может, нет. В любом случае, если вы со мной не согласны, обязательно напишите об этом в комментариях. Особенно, если вы приобрели себе Тайпа 57. Но заценили его, и вы можете неголословно высказать свое мнение по поводу машины. Что да, действительно, он играется очень клево, очень классно. Только убедительная просьба, попытайтесь это сделать до окончания продажи Танчика. Но для того, чтобы ребята, которые будут смотреть этот видос, для себя принимали решение, возможно, более взвешенно. Стоит ли им приобретать машину за 12 500? Ну, а по результатам просмотра моего видео об открытии контейнеров, стоит ли приобретать машину за 15 косарей голды вместе с тремя мистическими кантами? Ну, и всей вот этой вот шелухой, которая идет к нему в комплекте. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу. А я буду пытаться радовать вас хорошими, приятными, позитивными видосами. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия.